Последние ранние персики. Начало плодового конвейера. Уже длится он где-то вторую неделю. Это самый первый персик. А вот этот первый персик в моем конвейере созреет в октябре. Вот о сортовом подборе персикового конвейера сниму я отдельное видео. Основная главная задача персиковода не допустить, чтобы деревья персика имеют большую силу роста, чтобы они не стремились ввысь. То, что выше 2-2,5 метров уже не персик, а кандидат покойники. В основном вот пишут, что живут персики 10-12-15 лет, а 25-30 не хотите при правильном уходе. Неведомо сие некоторым деятелям ютуба. Светят свои неумные лица. Вот посмотрите, какой урожай. Пятался он за листвой, но скоро нарисуется. Так вот, светят они свои неумные лица на фоне 4-5 метровых деревьев, к тому же 100% пораженных курчавостью. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Но смотрят на это блудодейство миллионы. Страна чудаков. Чем глупее видео, тем больше зрителей. А вот с тем, чтобы крону дерева персика не пустить ввысь, можно ее и нужно растянуть вширь, применяя 2-3 штамповую формировку. Вот, пожалуйста, я показывал видео как-то. Двухлетка всего лишь, навсего персик. Видно, что почти от уровня земли выходят 2 штампика и каждый из них сформирован уже чашей. Это первое правило, первый прием растянуть их. Вот здесь, видите, 2, а тут вот 3 штампа, штампика, ну, штампа, это повзрослее дерево, отходят от уровня земли. Сила питательных веществ, сила дерева распределяется по 2-3 потокам. Второй важный момент, это короткая обрезка. Позднее весеннее, видите, коротко обрезаны оба плеча плодовой пары на сучок по типу обрезки винограда. Все это есть в справочниках и видео было у меня. Чем короче вы обрежете персик, так же как и виноград, особенно на беседке, тем и лучше. И еще вот эта короткая обрезка, что она дает. Отпадает нормирование урожая, плоды вырастают крупными. Ну, это ранний персик, он по определению крупным не растет. А вот летние, осенние, позднеосенние сорта, они должны быть крупными, сочными и очень вкусными. Вот это и дает короткая обрезка. Не тратятся лишние силы дерева гнать вверх питательные вещества. И самое важное, третье условие, многие называют это летней обрезкой. Не обрезку надо проводить, а присушку. Вот правильно выполненная присушка. А вот неправильная, сейчас буду об этом подробнее говорить. Вот продемонстрирую. Правильная присушка, это когда без хруста, видите, и целиком здесь остается, целой остается кора дерева. А вот это уже переросток, он с треском таким, и видите, вот это открытая рана. Этого не надо допускать. Уловить этот важный момент. Ну, тут вот один или два, а в основном, видите, спокойно не нарушается целостность кожи дерева. Она у дерева кора, такая же, как кожа у человека, и выполняет, несет те же функции. Поэтому старайтесь лишние раны не делать. Вот это присушка. Что она дает? При присушке, правильно, все питательные вещества останутся ниже в плодах этого года и пойдут на закладку урожая следующего. Дерево нарастит мышцы, а не пойдет в рост. Было видео у меня о вреде летней обрезки. Где показывал? Если обрезать побеги, где-то я секатор положил. Ну, сейчас вот постараюсь вернуться и взять его. Вот если обрезать побег, вот так. Что произойдет? Из пазух оставшихся листьев буквально в считанные недели будут выстреливать буквально побеги этого лета, сигалетние. И нарастят они, как я говорил, в считанные недели вегетативную массу. Еще большим числом побегов, вот из верхних трех-четырех, это как минимум пазух листьев, выскочат эти побеги. То есть вегетативная масса будет больше, будет больше число побегов и выше они будут, если бы вы оставили этот побег расти без всяких обрезок и присушек. То есть в чистом виде, вот обрезка летом персика, это огромный вред. А потом, кто это сделает, всю эту наросшую массу будет обрезать весной. Ненужная, безумная работа. А некоторые деятели персик с осени обрезают, а большинство с зимы. Ну, могу я так как-то понять, у кого там 5-10 гектаров, гектаров этого персика. А если у вас их 5-10 штук, это безумие обрезать персик зимой. Осенняя и зимняя обрезка очень вредна для косточковых. Вызывает она камедетечение, вот здесь нет никакого камедетечения. И видите, все должно резаться на пенек. Никакого кольца, для персика обрезка на кольцо очень вредна. И, вот помимо камедетечения, сильно ослабляется зимостойкость. Особенно косточковых культур. Много об этом говорят. Но народ начинает эту черешню под руководством вот этих ютубовских блохеров обрезать с поздней зимы, с ранней весны. Безумие это. Кроме того, после обрезки, летом, выросшая древесина персика, плохо может вызреть к зиме. Так, сейчас мы пойдем по саду. Вот смотрите, правильная формировка. Везде чаши. И короткая обрезка, она не надо нормировать. Видите, здесь немного персиков, но вырастут они, уж поверьте мне, и вкусом, и ароматом. Летняя обрезка, если она по срокам чуть-чуть запознала, плохо может вызвать к зиме. Древесина персика, которая нарастет после вот этой летней обрезки. И погибнуть зимой. Последние пять лет не было морозных зил, но когда-нибудь они случатся. Для большинства косточковых культур, вот эти косточковые зилы, вообще никогда не обрезаются. Летняя обрезка со съемом урожая очень полезна и необходима. Вот все косточковые культуры, за редким исключением, надо обрезать летом с уборкой урожая. А вот персик, в силу структуры своей древесины, она такая ватная, пористая. Ну, кто обрезал, тот знает. Она вызревает, рыхлая такая, очень поздно. И от этого, говорю, может попасть под мороз. Итак, крону растягивать вширь, применять короткую обрезку. И никаких обрезок летом. Только вот так присушить. Видите, уже немножко есть треска, это значит, что уже поздновато происходит присушка. Хочу обратить ваше внимание, вот на состояние, видите, сад залужен. Никакой борьбы с сорняками тут нет. Это глупость, безумие. Лишняя трата сил и здоровья. Не делайте этого. Смотрите полезные видео. Посмотрите, какой виноград. Никакого за ним ухода. Никаких химикатов. До винного винограда химикаты это вообще преступление. Но об этом в следующий раз. Всего вам хорошего.